В последнее время участились случаи, когда водители не уступают машине скорой медицинской помощи с включенными спецсигналами. Большинство из граждан понимает, что где-то случилась беда, но встречаются такие водители, которые игнорируют сирену скорой помощи, тем самым подвергая опасности жизни людей, нуждающихся в медицинской помощи. В Хасавьурте водители машины скорой помощи сталкиваются с такими случаями, что на некоторых участках дорог автовладельцы игнорируют спецсигнал, который предупреждает о неотложном вызове. Сталкиваюсь с непониманием водителей, во-первых, проезжающих рядом, под мостом, в других местах. Даже если ты проезжаешь, нормальный человек, когда идет скорую, он должен думать хотя бы о себе, о том, что, может быть, это едет к нему в семью. Но никто никогда не уступит скорой помощи, пока ты даже в мигалках едешь, ты должен подать обязательно спецсигнал. Граждане нашего города, будьте вежливы и будьте более понятливы. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что согласно правилам дорожного движения, при приближении транспортного средства с включенным маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда машины скорой медицинской помощи или другого вида спецтехники. В противном случае нарушитель будет привлечен к административной ответственности, санкции которой предусматривают наложение административного штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев. Главное, чтобы водители сами осознали, не бросали машину, оставляли проезд открытым. Они действительно едут спасать чьи-то жизни. Поэтому хотелось бы, чтобы уступали дорогу, видя, что едет машина с включенным мигающим синего цвета мигалкой, маячками, чтобы они приняли право, чтобы уступить дорогу. Количество умерших людей из-за опоздания скорой, простоявшей в пробке, может измеряться даже не тысячами, а десятками тысяч по всей России. Инспекторами Государственной инспекции безопасности дорожного движения периодически проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение количества нарушителей, не выполняющих требования спецтранспорта, таких как машина скорой медицинской помощи, полиции и пожарной службы. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».